26 ноября отмечается народный праздник Иван Златоуст. В этот день Православная Церковь чтит память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. На Руси про этот день говорили. На Ивана Златоуста созывает зима свою свиту, вьюги и метели. Дает холодам наказ, оттепели унять. Гонит от изб зима ворон, надо зимой хлеба сохранить, чтобы не задохлись, не вымерзли, да и высоко не выбегали. Зима полностью вступала в свои права. Все живое в природе засыпало, животные прятались глубоко в норы. Люди без надобности не выходили из своих изб. Наши предки говорили, на Златоуста все поле пусто. В старину люди верили, что Мороз – это злое божество, которого зовут Зюзя. Представляли его стариком огромного роста с длинной окладистой бородой. До чего дотронется он своим посохом, то вмиг в ледышку превратится. Просили крестьяне в этот день Зюзю, чтобы сильно не бушевал, не морозил землю, дал трудовым людям отдохнуть от повседневных хлопот и насладиться зимними деньками. 26 ноября было принято молиться Иоанну Златоусту о суде над обманщиками. 26 ноября часто дули достаточно сильные ветры, которых крестьяне очень боялись. Они укрепляли свои постройки во дворе и верили в то, что стихия поражает только ленивых и злых людей. Верили в божество Мороза, который носил негативный оттенок. Если дождь 26 ноября идет и вообще в предыдущие дни также было ненасти, это сулит богатый урожай в следующем году. Угры в печи тлеют ярко, будет ненастная погода. Если порывистый ветер 26 ноября затихает только к вечеру, в ближайшие дни можно ожидать потепления. Если человек родился 26 ноября, то в качестве талисмана ему нужно носить шпинель. Млечный путь отлично просматривается по приметам «Ожидая стужу». Звезды 26 ноября мерцают ярко, жди снежной и ветреной погоды. Если шум леса слышится, это предвещает несчастье. Если днем началась снежная буря, ночью будет мороз. Деревья покрылись инеем, по приметам будет урожайный год. Любые осадки предвещают богатый урожай в следующем году. Если зайцы бегут из леса, будет стужа. Снег падает крупными хлопьями, будет легкий мороз. Каркают вороны, ожидая оттепели. Также в народе считали, если отправиться в путешествие 26 ноября, то оно будет удачным. В народе говорили, что нельзя ругаться на Иоанна, иначе Бог никогда молитв ваших не услышит. Люди, чье имя начинается на букву «И», в этот день будут особенно удачливыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok